В поселке Томилино открыли зал единоборств. Новое помещение предоставили в торговом центре Арбатский. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Теперь здесь будут собираться ребята из секции двух школ. Один из юных самбистов Александр Урсул. Единоборствами занимается четвертый год. Как настоящий спортсмен, несмотря на травмы, участвует в показательных выступлениях. Добираться подальше, но просто здесь будут именно боевые. Боевое самбо, там искусство. Я занимаюсь обычным самбо, там где только борьба, болевые удержания. Здесь будет, я думаю, как-то получше. Подраться можно. Проявить спортивные амбиции смогут не только нынешние воспитанники межрегиональной общественной организации, содействию развития спорта, возрождение. К гостям мероприятия рассказали о правилах приемов секции и представили тренеров. Весь спектр единоборств, от ударных видов до борцовских, смешанных, каких угодно традиционных и современных, прикладных, все это у нас представлено. На торжестве побывали члены общественной палаты и сами чемпионы. Оценить навыки юных самбистов пришел победитель Кубка Святого Георгия. Василий Смирнов дал несколько практических советов люберецким спортсменам. Сразу после церемонии открытия. Достичь можно любых высот. Ничего невозможного в этом деле нет. Вообще в спорте нет ничего невозможного. Особенно ММА или боевой самбо, например. Самбо тоже самбо, борьба. Это такие виды спорта, в которых можно пробиться. Записаться в секцию самбо могут люди любого возраста. Ведь главное в спорте – желание и дисциплина. Айтаж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.